так продолжаем получать наши концовки и получается я убил маликета и теперь нахожусь в столице и мне нужно идти сюда примерно и это там также поскольку отдал куарину вот эту штуку случайно скорее всего его здесь не будет и не уверен где он тут должен быть он где-то здесь вроде сидел сидел бы может я бы его труп найти что труп тоже хотя где должен быть ты не она не похоже это все ждуга чем их и за где он должен был сидеть пойдем тогда в золотой маске и он не точно знаю и заберем его туру ну золотая маска сидит здесь я кстати когда проходил игру я сюда забегал еще думал почему здесь ничего нет здесь так пусто как это место для креста золотой маской да вот он и он слегка мертв на тут смотрит интересно и получаем его руном целая руна высшего порядка ключи на все а теперь все три есть собрана а руна обнаруженная благородным героем золотой маской все помощью повелитель элдена может установить кольцо элден одна из рун сверх диалоги способных усовершенствовать золотой порядок нестабильность золотого порядка может быть связано с тем что боги столь же непостоянные сколько ли у сколь люди а таков главный недостаток миру устройства так и еще с него кстати можно получить его сет но нужно перезайти в игру возможно кстати с пожирателем отбросом тоже самое нужно было сделать что мне было его сета скорее всего надо было перезайти в игру давайте быстренько перезайду а и да сразу же появляется сет я не золотой маски нету кстати его шляпы на его шляпу можно было получить еще на плата альтус где-то здесь она лежала вроде снизу моста или где-то короче где-то в этой области помню что и прямо рядом с ними и получал я вроде и нет с собой да а на этом персонаже мне и нет давайте просто с этим посмотрим потрепанные обноски едва прикрывающие тела рос роскошные одежды не интересовали владыку золотую маску а к чему это щегольство когда и не ищешь истинный блеск штаны перчатки и одеяния ну и соответственно еще есть шляпа и шляпа выглядит точно так же как у него такой вот сетик так еще кстати я забыл про 1 npc из которого тоже сделал это варе и своем прохождении я сделал почти весь его всю его цепочку кроме от одной вещи а я пропустил вот здесь вот а вот этот вот знак это коростки знак варе и можно вторгнуться в его мир спереди это все на те там тусит могу использовать фонарик до а и где вот искать маскируется куда что-то эй чел выходи реально где-то здесь маскируется лишь то а и я что и а а и и и и и и и и и где интересно было что я тебя не особо заметил а и можем полтать его пушечку да букет варе лесная пушечка визуально а давайте я чекнем а молот дробящий со скейлом от голодства каплю от кровотечения а остальная булава напоминающая букет роз а край каждого лепестка заострен поэтому розом легко сохранять алый цвет это оружие аллегория речи белого варе а под кружевом изящных слов скрываются смертельные ловушки кровавая дань а это навык получил получили главные вассалы победителя крови а сделать и разворот чтобы накопить силу и обрушить на врага город ударов поглощающего отзывы вызывающий кровопотерю и это это вторжение можно сделать только до убийства мог а мог тут как вы уже надо до лифта дайте и там уже мог будет я не пропустил в своем прохождении эту штуку поэтому такого букетика у меня нет конечно прикольно атаки обычные ничего интересного нет совсем все обычно не буду все чекать я может набегу нету тут никаких интересных анимаций а тогда смотрим что такое кровавая дань а это по моему многократный выпад или что-то под того в общем по моему такая похожая обилка уже есть а за кстати не отнимает из-за что я не попадаю видимо наверное урон наносить этой штукой кей а что еще эти по моему я не показывал все сетки которые я нафармила именно 2 это одеяние стражи цветочная золотые одежды с выгравированным гербом такие носят защитники малодрева эрт а повышает эффективность лечения фляга бы кровых слез но значительно унижает сопротивление огню а говорят кроваво-красные цветы распустились на их спинах из-за древнего соглашения быть может защитники постепенно становятся деревьями а это такой вот сет это точно такой же сет как вот этот вот обычный как он называется не помню сет стражей как-то так и у него есть версия где на спине цветы и я по-моему уже говорил где его добыть он добывается в столице до ее изменения а чуваков которые в принципе в этом сете ходят где-то вот здесь вот они на бревне сидят а и еще один сет это хранителя могил защитный наряд украшенный бронзовыми змеями снаряжение гладиаторов изгнаний как из колизея обладатель такой брони привлекает больше внимания змея считается предательницей древа эрт так что зрители с упоением наблюдали как эти бронзовые фигурки ломаются от свирепых ударов ну и это сет дуэлянтов которые тоже в столице добывается со двух чуваков которые здесь ходят по вот этому вот маршруту один здесь стоит у входа другой входит туда-сюда давайте примерим здесь их сет ну это точно такой же есть только красная версия а перчаток не было вот а я в принципе в таком игру завершал только красной версии и также из них выпали пус пушечки их первых чеканы которые и так можно получить как минимум один но я видел даже сразу два то можно их дуал вилдить обычным нг а кстати несмотря на то что у них статов не хватает они все равно дуал вилдить прикольно и пушечка которой у меня не было это секира дуэлянта огромное оружие большой топор для гладиаторских боев такими сражались дуэлянты изгнанные из колизея оружие которое выдавали победителем его заряженные атаки по-настоящему атака по-настоящему сырепа выдержка примените высочую позу и мужественно выдерживать его это же обычное наук недолго улучшает баланс да в общем вот такая вот секира причем это не большой топор это именно огромное оружие анимация много дамы разный даже прыжок одинаковый и мы с разбегу разный я такая пушечка прикольно интересно почему она небольшой топор считается именно огромным оружием да ладно и вроде бы все с вами мы уже видели лиц вы тоже не было а идем тогда проходить игру они ничего не забыл а ну дальше нас столица и там троица из всеведущего годфри и радогона с зверем элдона на и дальше смотрим и концовки только уже единственное что вот я пропустил а квест одного чувака это силу веса то есть у него есть квест который по моему нужно выполнить в общем до того как он умрет вроде бы может быть я могу его выполнить сети а нет мне по идее отчетчик не могу выполнить только я даже проверим что могу а не не могу да у меня есть ресторан не выполнен чем с ним тоже есть квест он вроде сильно большой то есть мы с ним и говорим да по идее до квеста ранее то есть как мы начнем делать цепочку ранее в этом в подземном городе и по идее все что там единственное что это не сделает и надо прийти сюда забрать здесь свет и отдать ему это по идее штука для того чтобы убить тире не потом мы пытаемся отдать рейнер и не нас раскусит и в итоге убьет силу веса и учел тут чувака и в награду даст кольцо которое у меня вообще ни одной такой версии нет ну короче с а нет вот так вот такое кольцо только против магии чудо пропустил его квест это вроде единственного пропустил и не буду наверное дьявол то что слишком лень мне нужно то что еще другой персонаж на ком не могу его выполнить я сейчас так что лады обойдемся без этого квеста забыл про него к сожалению и и зверь элда на убит ордогон тоже дали 500 тысяч душ за него и очень круто что что можно сделать сохранение перед под точнее после убийства это понимаем мы можем посмотреть таким образом все концовки сейчас меня без этого руна короче все собраны и не активирован как он называется вот так и яростных пламени короче не я которым пальцем сейчас не ходил нам идеи часа должны быть все концовки да 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 то есть мы можем починить кольцо элда имеете высшего порядка руну принца смерти ужасного проклятия давайте сначала вот не вот это потому что за это я уверенном дадут ачивку велите леалда мне интересно дадут ли за вот эти ачивку поэтому начнем с них смотрим все вот эти обычные и в самом конце посмотрим с яростным пламенем а связанный век сайте смотреть не будем то что моего как бы в обычном прохождении сделали что мы починили типа в этом выбрал золотой порядок да что белый кран дерево дерево у тебя восстановили дерево у тебя восстановили дерево И напомним. Время... Ордера. О! Отчет купили с Лелдом и дали. Титры? Так, титры. Окей. Понимаете, смотри дальше. Давайте еще, может быть, какую-нибудь другую броню заюзаем. Я... Я... И тебя. Такое броне будем. И теперь принцы смерти. Ну, концовки слегка одинаковые. Я это уже все спойлернул. И сейчас, по идее, одни и те же катсцены будем смотреть по несколько раз. Возможно, будут другие идеологии. И, может быть, хоть что-нибудь поменяется. То есть, до этого была, по ощущениям, такая прям правильная концовка. То есть, мы сделали так, как было даже, можно сказать. То есть, вернули тому, с чего мир это начинался. Сейчас, по идее, принц смерти мы... Всех убьем? Или что произойдет? Воскресим... О, там ниже руна появился. До этого была ниже, кстати, руна. Чуть не заметил. Левка выглядит прям совсем один в один. Снова белый экран, конечно, да-да. Сейчас диалоги пойдут. Блин, диалоги не запахнут. О, это другие, вроде. О, древо выглядит по-другому. О, диалог тот же, вроде. То есть, мы убили древо. Блин, тот же самый диалог? Блин, ну диалог-то могли и другое сделать. Ладно-ка, сцена не меняется. Ну, блин, а диалог? Ну, хотя бы чуть-чуть. Сначала одинаково, а дальше разные, да? Чуть-чуть совсем поменяли. Блин, она еще короткая какая-то. Хотелось бы, говорит, подлиннее. Не, ладно, пойдемте смотреть третьим. Ааа, так, третья концовка. Ну, в принципе, быстро проходит, поэтому, я думаю, можно спокойно все смотреть. И это ужасное проклятие. Это мы всех проклинаем. То есть, золотой порядок мы все восстановили, смерть мы всех убили, а проклятие мы всех заразили проклятием. Все все равно умерли. Ну, возможно, в концовке со смертью все как бы воскресли в виде скелетов. А здесь просто все умерли. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А, кстати, видно руну проклятие посева. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. дерево тоже мертво ну да начал диалога и одинаковый и совсем чуть-чуть продолжение разные о нет если много отличается 5 всех убили и давайте последним посмотрим в принципе если знать что есть как бы концовки еще и про звездный век и про ярость владыку ярости то то что вот одна из концовок как бы разделена на 4 выглядит так вот даже как-то плевать думаю не важно то что они тут одинаковые катсцены то есть наличие других концовок все это спасает то есть если бы были только вот эти то наверное такой себе не особо считал бы это за концовки но это просто такая одна концовка которая разделена на еще три подконцовки что у нас кстати будет в обычный ведь в золотом порядке мы все восстановили тогда в обычный что делали оставили все как есть чем интересно реально это отличается по смыслу от золотого порядка золотой порядок вроде восстановил древо и реально походу все так оставили как есть то есть в случае с смертью там мы дерево дополнительно убили а здесь моего как бы мы его до этого сожгли и мы вроде не восстановили оставили как есть ох и разлома почему разлома нечет обычная концовка это странная чему разлом то что ничего не меняли но опять он смотрит сам интересную концовку так и для получения этой концовки нам нужно было получается отдельно проходить игру либо вот в этом моменте мне нужно было слетать к этому повелитель я так понимаю чек этим пальцем и заразить себя вот этой штукой также я так думаю что я могу и излечиться если у меня была игла прямо сейчас все то я прошел игру у меня проклятье от этой штуки этом глаза еще кстати светится желтеньким наставлю без пояски для пояска прикольно было и здесь нету выбору да ну-ка да все поскольку здесь нет выбор у нас есть как бы выбор убрать эту штуку все-таки через иглу есть возможность снятия эту концовку можно есть присутствует и голову мы на этот раз не куда а даже наоборот уничтожаем видимо это мы восстановили как бы я решили уничтожить мы сами ты жива чё там с нами вроде встаем это кстати последняя ачивка час будет получена у меня нет ну да походу это что там повязка стрелях или не оставлял уже без разницы голодок те все в ярости но вот эти концовки с яростью из звездный век с рэнни мне кажется поинтереснее да ну конечно белый кран то без него а это древо эр кстати лол бига его разломила нормально так сгорело Попахивает апокалипсисом. Ачивку? Ачивку не дали. Слышь? О, дали все. И владыки яростного пламени, и кольцо Элда. Все, все достижения получены. И игра пройдена на 100%. Ну, почти. Нет вот кольца Силуиса у меня. А, знаете, блин, я еще, кстати, одну штуку пропустил. Давайте скипнем диалоги. Довольно важная именно штука. Я не уверен, подбирал ли я на этом персонаже ее. Но как минимум я покажу, где я ее пропустил. Храм покоя? Нет, не храм покоя. Вот здесь вот. Довольно важная штука. Мне даже, я помню, ушел на НГ+. Хотел прокачать себе оружие за камнем рака. А у меня оказалось то, что у меня нету пяток-шестых камней в продаже. Мне пришлось откатывать персонажа и идти сюда забирать мрачную кузнечную колокольную сферу. Это сфера для пяток-шестого титанита, и я ее пропустил. Вот на своем персонаже. Ну, на этом, понятно, я ее даже не собирал. Так, в принципе, жесты я посмотрел, у меня все были. Ну, не были, а точнее, до спиралов. Теперь они у меня все собраны. Кстати, еще один, наверное, который я не показал, где я получил. Вот здесь вот можно поговорить с Милиной до этого. Вот показать не могу, потому что до сожжения чаши, я так думаю, потому что после чаши она уходит, и с ней здесь уже поговорить нельзя. Если здесь с ней поговорить, она тоже даст жест. И тогда у меня коллекция жестов уже там все собраны, в том персонаже основном. Из колец у меня там парочки не хватает, которые нельзя было получить. Ну, тот же кувшин нельзя получить. С кувшина сразу два кольца. У него есть обычная версия, улучшенная. И вот кольцо силу веса у меня тоже нет. А так у меня вся броня собрана, все оружие почти собрано. С босса только вот не хватает, потому что эти нельзя ее зайти там и там. В принципе, кайф. Элден Ринг довольно крутой. Мне все-таки он понравился. А тот боссом, кстати, мне еще очень сильно понравился этот Готфрид. Еще с ним подрался побольше. Он больше начал нравиться. А звери Элдена, наоборот, еще меньше. Из-за того, что на нем нихрена просто не видно, что он там делает, когда стоишь под ним. Не таргет ему помогает, ничего. В целом, крутая игра. После нее даже захотелось поиграть в DS3, который я не проходил. И хочется пройти и посмотреть, чисто сравнить с Элденом. То есть, насколько они игры похожи, насколько не похожи. Поэтому, я думаю, DS3 все-таки буду проходить. Я изначально не планировал. Но, в принципе, с Элденом все. Именно с обычным прохождением. Может быть, еще какие-нибудь прохождения будут. Там на НГ плюсах. Посмотрим. Я сейчас на НГ плюс играю. И там вот как раз-таки зверя Элдена осталось убить. Спитально не убивал, чтобы ачивки не лутать. Смотрю, как выглядит последняя НГ, может быть. Но пока что надо сделать перерыв от Элдена отдохнуть. А поиграли кайфово. Все. Всем спасибо за просмотр Элден Ринга. И всем пока. Продолжение следует.